Девушки отдыхают Сколько бы вы согласились заплатить или чем пожертвовать, если бы были на 100% уверены, что то, что вам предлагают, полностью изменит вашу жизнь, сделает ее целостной, комфортной и насыщенной. Сколько у вас уже было возможностей, от которых вы отказались, а потом жалели? Возможно, на этот раз вам все-таки будет лучше прислушаться своего сердца. Вот мир, к которому мы все привыкли. Каждый день мы просыпаемся утром, чистим зубы, красиво одеваемся и идем на работу. Но что скрывается за всем этим? С какой целью мы делаем то, что мы делаем? Во всяком случае, каждый из нас в этом преследует лишь две цели. Первая – обеспечить себя и свое настоящее. Вторая – обеспечить свое будущее. Но встречали ли вы хотя бы одного человека, который работал на работе по найму и на свою зарплату приобрел хорошую квартиру, сделал там ремонт и купил всю необходимую мебель? Нет? Это невозможно? Так что можно считать, что обычная работа ни при каких условиях не обеспечит вас всем необходимым? Да, на самом деле это так. Ни одна зарплата на традиционной работе не обеспечит вам комфортное настоящее. Она лишь позволит вам выжить. А что же со второй целью? Как насчет пенсии? Каждый день вы выходите на работу и надеетесь на достойную пенсию. Какую пенсию вы будете получать? Прямо сейчас назовите сумму. Я думаю, вы не раз видели своих знакомых или, возможно, даже своих родителей, как они в буквальном смысле этого слова трясутся за штамп в трудовой книжке. Но ради чего? Знаете ли вы что, если, например, ваша ежемесячная зарплата всего 100 долларов, то предприятие, на котором вы работаете, вынуждено отдавать за вас только в пенсионный фонд около 63 долларов, чтобы якобы формировать вашу пенсию. Почему якобы? Давайте представим, что вы работаете с 20 лет и в 55 выходите на пенсию. И каждый месяц вы получаете зарплату всего 100 долларов. Только сделаем маленькую поправку, что те 63 доллара вы отдаете не в пенсионный фонд, а в банк и всего под 15% годовых. Пусть меня простит правительство, я не призываю людей не платить налоги. Я лишь показываю этим примером эффективность их действий. Итак, с 20 и до 55 лет вы каждый месяц формируете свой собственный пенсионный фонд, но в банке. Когда вам исполнится 55 лет, на вашем счету в банке окажется 860 тысяч долларов. И этой суммы вам хватит, чтобы на протяжении последующих 30 лет выделять себе на пенсию более 2300 долларов в месяц. Внимание, вопрос. А какую пенсию получают те, кто все-таки остался верным трудовой книжке? Возможен ли вариант, что работая на трудовую книжку с зарплатой в 100 долларов, вы достигнете размера пенсии, сравнимого с той, которую мы вам только что показали? Тогда почему люди так преданно работают на трудовую книжку, вместо того, чтобы работать на себя? Ответ очевиден, но незаметен для многих. Пока в вашей квартире есть телевизор, пока вы читаете газеты, пока вы думаете, что там показывают то, что действительно есть, а не то, что они хотят, чтобы вы думали, вы будете работать на трудовую книжку и думать, что это единственное правильное решение. Кто из вас слышал в различных ток-шоу или читал в газетах, что в нашей стране честный бизнес построить невозможно? Кто из вас замечал, что в фильмах показывают, если ты директор, то обязательно вор? Если бизнесмен, идешь по головам. Если на хорошей машине, то бандит. Для чего это делается? Вы хотите быть бандитом? Нет? Значит, вам не нужно иметь хорошую машину. Вы хотите идти по головам или быть вором? Нет? Значит, и стать директором вам не суждено. Вам надоело работать на зарплату, и вы захотели открыть свой бизнес? Но вы же знаете, что в нашей стране, да еще и с нашим правительством, честный бизнес построить невозможно. Так что лучше откажитесь от этой идеи и вернитесь к работе. Вот что формирует средства массовой информации в головах людей. Так кого лучше слушать? Свой разум, омытый средствами массовой информации, и сформированный так, как это им было удобно? Или все же свое сердце, которое каждый день взывает к вам, каждое утро посылая вам чувство дискомфорта перед тем, как вы выходите на работу? Пока вы не измените себя, свои действия или поступки, ваше будущее – пенсия. Разве это не звучит как приговор? Не пора ли изменить свое настоящее ради того, чтобы изменить свое будущее? Не пора ли взять в свои руки ответственность за свое будущее, а не перекладывать ее на тех, кто ею пренебрегает? Только вы и никто другой ответственны за свое будущее. Вы один в ответе за то, каким оно будет и будет ли оно вообще. При одинаковых условиях, при равных вложениях вашего труда и времени, вы можете получить абсолютно разные результаты. Как вы уже поняли, традиционная работа – это не выход из вашего положения, а пенсия – скорее приговор, чем обеспеченная старость. Но есть ли выход? Выход есть. Станьте частью команды людей, которым нравится идея работать ради себя, которым нравится возможность выделять себе свободное время всегда, когда это только необходимо. Идея быть и оставаться свободными. Не поддавайтесь манипуляциям этого мира и играйте только по своим правилам. Думай, что хочешь, делай, что хочешь, но не упусти эту возможность.